День без агитации одновременно важнейший политический день в Великобритании. Королевство избирает новый состав парламента, голосует по мажоритарной системе, а уже после депутаты назначают премьер-министра. Оксана Кундеренко в Лондоне, и от нее знаем все подробности. День голосования в Великобритании рабочий, а поэтому участки открыты с 7 утра и до 10 вечера, чтобы все желающие успели отдать голоса. Это почти 47 миллионов человек. Где же они? Сейчас на участках достаточно пусто, но вот после работы здесь выстроятся очереди. Впрочем, у некоторых ажиотаж с самого утра здесь голосуют лидеры ведущих партий. Нынешний премьер и глава консерваторов Тереза Мэй в графстве Бергшир. Доброе утро, доброе утро. Возможно, будущий премьер и лидер Ли Бористов Джереми Корбин в родном Лондоне. Спасибо всем, кто сегодня сюда пришел. Это день победы демократии. Я только что проголосовал и очень горжусь нашей компанией. Большое спасибо. Шотландские националисты опустили бюллетень в урну в Глазго. Они рассчитывают на несколько кресел, как и либеральные демократы, которые в программе обещают повторный референдум о Брекзите. Агитация в день выборов запрещена, но настроениями избиратели делятся охотно. В первую очередь я думала о Брекзите, об экологии, экономике, безопасности. И в конце концов выбор сделать было легко. Европа в первую очередь Европа. Я очень хотел остаться в Евросоюзе, но это не сработало. Должно сработать в этот раз. Прибавилась работа сегодня и у полиции. Кроме охраны участков, они проводят очередные рейды. На востоке Лондона арестовали еще троих мужчин, подозреваемых в терроризме. А о троих лондонских нападавших появились новые данные. На этом видео парни за пять дней до атаки смеются и обнимаются. Следователи ищут их пособников. Железнодорожную станцию Черенкросс в центре Лондона эвакуировали из-за подозрительного пакета. А робот-сапер провел контролируемый взрыв у подозрительной машины. Несмотря на повышенный уровень террористической угрозы, британцы голосуют с традиционным юмором. Только посмотрите на эти участки. Один в пабе, один в прачечной и даже на автобусной остановке. А еще в соцсетях набирает обороты флешмоб. Собака голосует. Забавные питомцы добавляют улыбок в серьезный день. Оксана Кундеринка и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.